Сегодня речь пойдет, пожалуй, об уникальном автомобиле. Этот автомобиль неизменно выпускался с 2007 года по 2021 и имел только два рестайлинга в 2010 году и в 2016 году. И до сих пор этот кузов является актуальным, современным и его многие любят, выбирают, ценят и покупают. Встречаем Toyota Alleyond. Итак, что же касаемо предыстории на данный автомобиль. Многие знают, многие не знают, но начало своего пути этот автомобиль брал именно с 90-х годов. Я сейчас объясню вам почему. В 90-е годы, когда массово начали завозить автомобили с Японии на Дальний Восток, было три хедлайнера. Это Toyota Corolla, Toyota Carina и Toyota Corona. Эти три хедлайнера выпускались рука об руку друг с другом и постоянно популяризировались на наших рынках и достигли невероятных результатов. Их очень любили, ценили и до сих пор они актуальны. Итак, Corolla у нас ушла отдельно. Сейчас вообще есть такие автомобили, как Toyota Corolla Axio, Toyota Corolla, Toyota Corolla Fielder, Toyota Corolla Rumeon, Yaris Cross. Это все вот Corolla, семейство от Corolla, да? Ну а данный Toyota Alleyond является логическим продолжением Toyota Corina. Карина Улыбка. Все мы знаем эти автомобили, помним они глубоко в наших сердцах. И я, наверное, не ошибусь, если я скажу то, что у каждого был, у каждого автолюбителя был какой-нибудь из этих автомобилей. Или конкретно вот первый путь обычно люди начинают именно с таких автомобилей, как Toyota Corolla, Corolla Corolla, Alleyond Premio. И я не исключение, мой первый автомобиль также был Toyota Alleyond 2005 года в 240-ом кузове. Итак, под своим собственным именем Alleyond этот автомобиль выпускался аж с 2001 года по 2021 и имел два поколения. Первое поколение в 240-ом кузове, они выпускались с 2001 по 2007 год. И в 2007 году у нас получился замечательный рестайлинг, который подарил нам именно вот эти автомобили, которые выпускались аж до 2021 года. То есть 14 лет подряд мы катаемся, любим, ценим эти автомобили. Ну а теперь давайте поговорим про самое интересное, что изменилось конкретно в этом автомобиле за последний его рестайлинг. Это его передняя часть, задняя часть. И по большому счету автомобиль сохранился точно в таком же кузове, который шел именно с 2007 года. Какой же современный стильный внешний вид. Вы только посмотрите на ее взгляд. У нас имеется линзованная оптика, передние фары у нас имеют несколько секций, а также есть противотуманные фары. Изобилие хрома. Автомобиль спереди выглядит по-спортивному, потому что Allion заточен больше как под спорт. Именно дизайнер, именно внешняя его часть. Ну и параллельно с ним выпускающийся автомобиль, его близнец, это Toyota Premium. Он заточен больше, наверное, на премиальность, какую-то солидность, потому что у него такой сдержанный внешний вид. Но об этом чуть позже, когда у нас будет, когда-нибудь попадет на обзор данный автомобиль, мы его обязательно заснимем. И, возможно, он будет уже в какой-то другой комплектации. Итак, по-переду понятно, в более богатых комплектациях у нас еще стоят сонары, датчики парковок, а также диодная оптика. Идем дальше. Ну а сбоку автомобиль у нас имеет практически такой же вид, как и в 2007 году, ведь это тот же один и тот же кузов. Единственное, что изменилось, в этих автомобилях вот уже более красиво выглядят повторители поворотников. А, что же касаемо подвески, здесь стоит вся та же подвеска, которая стояла в этом автомобиле, всем знакомая. Спереди у нас независимый Макферсон, сзади полузависимая на торсионной балке. Клиренс у нашего автомобиля 160 мм, довольно-таки нормально, учитывая, что это среднеразмерный седан, для него это вполне хватает. Но многие автовладельцы, они поднимают его на проставке и клиренс становится больше. На 2 см минимум можно приподнять этот автомобиль. Изменения также коснулись именно заднюю часть этого автомобиля. Как мы видим, у нас теперь новые фары. Когда ты смотришь на эти фары, создается такой эффект глубины, а также тут имеются солнечные лучи, что очень похоже на японский флаг. Что же касаемо аббревиатуры А1.8, это у нас объем двигателя, это означает у нас машина с объемом двигателя 1.8 литров. Если вы в потоке заметите, а ли он с аббревиатурой А1.5, либо А2.0, соответственно, это объемы двигателей. Что касаемо дворника, на более богатых комплектациях сзади имеется дворник, здесь у нас базовые комплектации, соответственно, дворника тут нет. Ну а давайте теперь посмотрим наш багажник. Этот багажник открывается с кнопки на ключе, при удержании кнопки у нас автоматически открывается багажник. Итак, смотрим. Этот автомобиль вообще славился своей вместимостью, потому что, ну вроде как сказать, маленькое пространство, но это седан, но он уходит глубоко внутрь. То есть разложить крупногабаритные вещи здесь получится путем сложения заднего ряда сидений. Сейчас я вам продемонстрирую, но теперь, но перед этим я хочу вам показать, что у него здесь имеется. У автомобиля имеется банан, а также инструменты для ремонта колес, для снятия колес. Также имеется здесь, японец положил аварийный знак, треугольник и комплект гаек. Неплохо, неплохой такой подгон. Возможно, когда-нибудь новый владелец ими воспользуется. Здесь у нас имеются ниши. И здесь у нас находится дамкрат. Все по стандарту. Итак, чтобы разложить второй ряд сидений, у нас тут имеется рычаг. И сидения у нас спускаются таким образом. Та сторона, соответственно, так же. И смотрите, сколько пространства у нас получилось для этого автомобиля. Не каждый седан может похвастаться такой функцией. У многих автомобилей просто сидения регулируются в нескольких положениях. И багажник с таким вкусным салоном встречается редко. В Алионе это есть за это и в том числе за это и любят эти автомобили. Что же касаемо именно технической части этого автомобиля. Здесь стоят такие легендарные агрегаты, о которых я чуть позже расскажу. Но этот автомобиль вместе с Toyota Premium не изменял своим традициям с 2007 года и не имел гибридную установку. Вот это тоже является жирным плюсом. Но альтернатив у гибридных машин много. То есть вы можете выбрать для себя гибрида какого-нибудь. Например, Corolla, Axio, Fielder. Очень много альтернатив. Но этот автомобиль выпускался исключительно в бензиновых модификациях. И давайте о них поподробнее остановимся. Расскажу, какие на них стояли двигатели. Итак, что же касаемо агрегатов, которые ставились на данные автомобили. У нас имеются полуторалитровые варианты. Алион Premium они выпускались двигателями 1NZ. Довольно-таки любимый, интересный и сверхнадежный двигатель, который стоял практически на всех автомобилях такого класса. Этот двигатель полуторалитровый зарекомендовал себя с лучшей стороны, потому что ресурс у этого мотора очень высокий. На аукционах встречаются варианты с пробегами 300-400. И далеко это не предел. И это бальные машины на ходу. Ну а у нас под капотом стоит двигатель не менее интересный, который ставился на очень много автомобилей. Это двигатель с маркировкой 2ZR. 143 лошадиные силы. А также у этого автомобиля есть полноприводная версия, у которого будет стоять такой же двигатель, но лошадиные силы чуть-чуть урезаны. 131 лошадка. Ну а для любителей чуть большей динамики существует такой двигатель, как 3ZR на 152 лошадиные силы, который также устанавливался на эти автомобили. Но 2-литровый слишком дорогой, так как таможенная пошлина на него очень высокая. Соответственно, он не стоит того, чтобы люди завозили с Японии именно 2-литровый Алион и Премио. Может быть, какой-нибудь истинный фанат именно 2-литровых двигателей, именно фанат Алиона Премио, возьмет себе такой автомобиль, но мы ни разу не завозили 2-литровые Алионы и Премио. И это факт. В основном с таким двигателем 3ZR завозят такие автомобили, как микроавтобусы, всем известные, как Toyota Nova, Toyota Esquire, Toyota Voxy. 1.8 у нас золотая середина, но практически половину, ну 50 на 50, скорее всего, у нас будут заказывать и полторашки, и 1.8. Далее я вам расскажу про динамику этого автомобиля, именно 1.8. Почему же люди хотят именно приобретать именно с таким объемом двигателя. Ну и 1.5-литровые автомобили тоже неплохие варианты, динамика имеется. Ну, обо всем по порядку. Ну, давайте теперь уже начнем, пожалуй, из самого интересного салона этого автомобиля. Покажу, какие изменения у него присутствуют в этом рестайлинге. Что, чем же нас удивила Toyota, внедрив сюда какие элементы, какие технические новшества и тому подобное. Прочее, погнали! Итак, мы сидим в салоне этого автомобиля, «Аллион» нас встречает своим фирменным приветствием. У нас видоизменилось вот именно табло, табло, приборная панель, жидкокристаллический экран, очень красиво, стильно это смотрится. А также у нас в этом поколении добавилась такая система, как Toyota Safety Sense, это безопасность в первую очередь. Тут стоят камеры, радары, которые следят за тем, что происходит спереди этого автомобиля. Он умеет предотвращать столкновения, следит за полосой, будет индикации давать. Ну и несмотря на то, что у нас базовые комплектации, у нас имеется полноценный мультируль, а с обеих сторон есть кнопки. Руль выполнен, кстати, также он изменен. Руль такой интересный. Мама резина, папа пластиком вообще-то. Так, с левой части руля у нас кнопки, которые управляют мультимедией этого автомобиля, увеличивают, поднимают, уменьшают громкость, а также переключают песни. Mode Hold, это режимы смены радио, музыка, AUX. Справа от руля у нас находятся кнопки, благодаря которым мы можем управлять бортовым компьютером на этом автомобиле, считывать всякую разную информацию, например, о температуре, одометр. Здесь есть у нас эко-режим, показывает, насколько мы экономично едем и тратим топливо. Справа у нас есть индикация на руле, кнопка, мы можем отключить систему выезда из полосы, а также ее включить. Она отключается именно здесь. Дальше. Предупреждающие сигналы. Ну и настройки. Настройки, как всегда, как обычно полагается на японских автомобилях, на японском языке. Но у некоторых машин, например, Lexus, у них бывает английский язык. Это тоже фишка у них, но у Toyota что-то нету смены языка. Что касаемо салона вообще, он выпускался таким же абсолютно один в один с 2007 года. Но есть небольшие изменения, о которых я говорил. Это монитор, руль Toyota Safety Sense, а также вот этот вот. Здесь имеется такая вставка, она уже не такая скучная, выглядит солидно, как будто дорогие сорта дерева использовали. Дорого-богато. Что касаемо пластика, пластик тут мягкий. Вообще, Alion Premium всегда славились именно своими надежными, ну, своими качественными салонами. И здесь, кстати, эти сидения, сидения, они прям очень приятны на ощупь, тактильные ощущения на высоком уровне. Это доработка. В 2007 году Alion Premium не выпускались вот с такими вот хорошими материалами. Здесь это имеется. Например, на том же Филдре, на Аксио, вот эти материалы не совсем хорошо ощущаются именно в плане тактильности. Дальше имеется такой бардачок стандартный. Книжки японские. 2.1 магнитола. Ну, что тут говорить. Все по стандарту. Bluetooth, AUX. Имеется камера заднего хода. Всем понятный, до боли знакомый блок управления климатом. Ну, вот этого, по-моему, не было в дорестайлинговых моделях. Тут есть такая ниша. Тоже полностью перетекает сюда. И она черного цвета, кстати. Я думал, это тоже под дерево. Нет, но она черная. Черный глянец такой. Ниша у нас имеется розетка. И еще одна такая неглубокая полка. Документы. СТС-ку, сорку положить будет неплохо. Ключи. Селектор у нас змейка с возможностью переключения скоростей на вручном режиме. Два подстаканника. Кстати, если у вас какие-то бутылки длинные, можно их еще глубже расположить. Вот так вот это все делается. Как и одна сторона, так и вторая тоже умеет так делать. Обычный стандартный квадратный бардачок. Ну а справа от руля у нас стандартная панель. Всем знакомая тут управление зеркалами и корректор фар. Можно регулировать угол освещения на этом автомобиле. Снизу имеются две кнопки. Кнопка предотвращения столкновения она именно задает дистанцию до впереди идущего автомобиля. Есть три положения. А также кнопка автоматического дальнего света. Очень удобная функция. Особенно на какие-то длительные перегоны, на длительные поездки в темное время суток эта кнопка прям снимает стресс с водителя. Ничего не нужно делать. Автомобиль сам будет переключаться между ближним и дальним светом. Очень удобно. Сверху у нас светлый потолок, светлые боковые стойки. Имеется индивидуальное освещение для каждого. Для водителя, для пассажира с зеркалами. А также этот автомобиль может идти и со светлым салоном. То есть будут именно светлые сидения, светлые вот эти вот вставки на дверных картах. Ну единственное, что бы я доработал, наверное, это вот черные стойки, черный потолок. Было бы вообще бомба. Сидение у нашего автомобиля регулируется механически, но в богатой комплектации здесь у нас будет присутствовать электропривод, который регулирует сидение, а также регулирует именно поездочный упор. Да, еще в более богатых комплектациях здесь у нас присутствует старт-стоп-кнопка. Но тем не менее, автомобиль в базовой комплектации имеет такие функции, как слежение за полосой, контроль дистанции, Toyota Safety Sense, хороший к восприятию салон, сидение. Сидение, кстати, бывает и на коже тоже, в более каких-то богатых комплектациях. Ну, давайте теперь уже пройдем назад, посмотрим, что сзади. Опа, прям как домой залетел. Очень удобная посадка на этом автомобиле. Почему удобная посадка и почему тут так просторно? Потому что это полноразмерный седан, за это и любят эти автомобили. У нас кнопка автоматического открывания-закрывания боковых стекол. Есть такой подлокотник. Вот так вот расположился с чашкой кофе и поехал куда-нибудь на дальнюю дистанцию. Очень удобно. Так же эти спинки регулируются. Вот так еще лучше. Итак, давайте проедемся здесь по гравийке. Это локация тут полностью гравийное покрытие. Автомобиль. Ну, ощущения. Ну, это новый автомобиль. Тут пробег 20 тысяч. Что может быть? Плохо с этим автомобилем? Ничего. Машина едет, отрабатывает все неровности. Шумоизоляция неплохая на этом автомобиле. Очень мягкий, да? Угу. Очень мягкий автомобиль. Ну и, соответственно, за это его и любят. Ну, давайте теперь, наверное, проедемся уже по асфальту, по трассе. Ну и так, мы выехали с нашей локации и сейчас автомобиль едем по асфальту. Тяга хорошая. Тяга хорошая. Машина прет, едет. Поворот залетает уверенно. Ну, этот автомобиль, он почему его еще и любят именно 1.8? За то, что он дает динамику. Динамику по трассе. По трассе этот автомобиль просто летает. Полтора литровые, конечно, будут на более высоких оборотах ехать, но они идеальны именно в городских условиях. То есть, если вы эксплуатируете автомобиль именно в городских условиях, видите, он сигнализирует мне то, что я хочу выехать с полосы справа и показывает мне эту индикацию на табло. Забираемся в подъем. Машина разгон берет. Вот даже слышно, наверное, то, что не напрягается она сильно едет достойно. Ну и почему он достойно едет? Это машина не с пробегом 200-300 тысяч километров. Очень часто бывают случаи, когда пробеги крутят у нас в России. Машина с пробегом 50, а по факту 250. Тут такого нет. С Японии вы берете автомобиль честный с реальным пробегом и этот автомобиль прослужит верой и правдой своему новому владельцу очень-очень большой срок. За этими автомобилями нужно ухаживать. Здесь стоят легендарные моторы простые, надежные, даже скажу сверхнадежные. Они не сломаются, если вы будете периодически обслуживать эти автомобили, зададите какой-то диапазон техобслуживания и будете это делать, не упуская такой возможности. Замена масла, замена фильтров, замена трансмиссионного масла, замена антифриза. Все. И вы забудете о поломках этого автомобиля. Toyota Alleyone, как и Toyota Premio являются хир-хир. Опять словили кого-то. В общем, эти автомобили Premio Alleyone являются сверхпопулярными на Дальнем Востоке. Во Владивостоке их очень большое количество. А также нереально популярными эти автомобили являются в нашем регионе, в республике Саха-Якутия. Их туда просто заказывают пачками. Не знаю, но машин 50, наверное, мы его только из этой серии привезли для наших клиентов. Только Alleyone. Ну и еще есть такое же количество Premio. Этот автомобиль сидит глубоко в моем сердце, потому что именно Alleyone стал моей первой машиной. Именно с него начался мой автомобильный путь. И именно с него я начал изучать автомобили, потому что я энтузиаст. Мне всегда нравилось ковыряться в машинах. Ну и Alleyone он подойдет наряду с Premio. Многим целевая аудитория у данного автомобиля большая. Подходит под разные стили езды. Например, есть передний привод, есть полный привод, есть полторалитровый двигатель 1.8-2 литра. Каждый сам себе может подобрать именно индивидуально либо Alleyone, либо Premio. Автомобили нереально ликвидные на рынке. Всегда можно их продать по оверверху, по верху рынка их покупают, их как пирожки разбирают, в общем, эти машины. Купив, тем более, купив этот автомобиль с аукционов в Японии, вы его потом продадите намного дороже. И это факт, это как бы доказуемо уже. Много вопросов вы задаете в комментариях насчет нашей зимы. В нашей зиме эти автомобили ездят уже многие-многие годы, и никаких проблем с обслуживанием вообще не возникает ни у кого. Машины справляются с нашими суровыми морозами на ура. Просто нужно грамотно утеплить автомобиль по стандарту. Стандартное утепление даст вам комфортную езду в зимних условиях. Вот и подошел к концу наш сегодняшний обзор этого замечательного автомобиля. И самая фишка кроется, конечно же, в цене. Этот автомобиль для нашего клиента до Владивостока обошелся в 1 миллион 510 тысяч рублей за 18-й год октябрь месяц в исполнении 1,8 литров. Пробег у автомобиля 20 тысяч километров, что сопоставимо практически с новым автомобилем. Аукционная оценка у него 4,5 балла. Ну а на рынке эти автомобили конечно же стоят от 300 тысяч и выше, 1 миллион 800 и в гору. Конечно же, с Японии заказывать автомобили всегда было выгодно и выгодно заказывать их сейчас. Ведь самый минимальный зазор цены из аукционов в Японии и по рынку по России составляет 300 тысяч рублей. И вы наверное это уже поняли если смотрели старые видеоролики. Традиционно выражаем большую благодарность нашему клиенту. Айял, спасибо что предоставили данного Алиона нам на обзор. Ну а вы заказывайте автомобили и переходите по описанию. Мы вам привезем с радостью любой автомобиль из Японии. Возможно где-то там на том берегу Японии ездит вас будущий автомобиль. Ну а с вами была Автомания. Всем успешных сделок выгодных покупок. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok